Чемпионы в первом легчайшем весе Казута Йоко и Фернандо Мартинес достигли значительного прогресса в переговорах по поводу проведения объединительного поединка в июле этого года в Токио. Осталось согласовать некоторые детали, но обе стороны ждать достижения окончательного соглашения в ближайшие недели. Всем привет, вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса. Без лишних слов погнали. В Хьюстоне в главном поединке вечера американский топ-распект супер легкого веса Эрнесто Меркадо победил техническим нокаутом в четвертом раунде колумбийца Дэннира Берио. В Германии состоялся вечер бокса, где главным событием шоу стал бой за вакантный титул Айбиев в первом среднем весе между Бахрамом Муртазалиевым и Джеком Кулкаем. Первая половина боя была за Муртазалиевым. Боксеры периодически вступали в размен на ближней дистанции, где лучше выглядел Муртазалиев, и в целом россиянин был более точен и эффективен в своих действиях. Кулкай смог переломить ход события в ринге после экватора, но к чемпионским раундам заметно выдохся, чему тут же воспользовался Муртазалиев и забил его в одиннадцатом раунде, отправив на настил. В итоге победа техническим нокаутом досталась Муртазалиеву. Чемпион WBC International на легчайшем весе Галалуэфай победил Августино Гауто. Гауто пытался агрессивно давить и при этом внимательно отрабатывал в защите. Во втором раунде Яфай установил удобную дистанцию джебом. В восьмом раунде Гауто практически перестал отвечать ударами на удар. Рефери потребовал от Гауто более активных действий, но не дождался и остановил поединок. Билл Хейни, отец Дэвина Хейни, рассказал, что его сын согласился на меньшую часть гонорара за поединок с Райаном Гарсией. Речь идет о 55 на 45 в пользу Райана. Обычно в боксе большую часть гонорара получает чемпион. Бой пройдет 20 апреля в Нью-Йорке. Шакур Стивенсон поделился своим прогнозом на поединок между Хейни и Гарсией. По моему мнению, Дэвин побьет Райана. Я согласен с Робертом Гарсией. Вероятно, Хейни остановит его. Просто со стороны кажется, что Райан больше сосредоточен на продаже билетов, чем на подготовке к бою. Он пытается больше превратить их противостояние в шоу, чем подготовиться и показать лучшую форму. Не знаю, посмотрим, но я очень сомневаюсь, что Райан сможет победить. Теренс Кроуфорд близок к тому, чтобы стать первым боксером, которому инвесторы из Саудовской Аравии турки а-ля Шейх сделают бой в Америке. Об этом сообщает ESPN Knockout. При этом, обозреватель не верит, что речь идет о поединке Кроуфорда с Себастьяном Фундорой. Все мы понимаем, что боя между Кроуфордом и Фундорой не будет, ведь Эрл Спенс не просто так вышел на ринг в субботу сразу после окончания поединка. Лично мне нравится бой Кроуфорд-Богачук в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе за временный титул WBC, но это скорее попытка выдать желаемое за действительное. Обозреватель считает, что у Кроуфорда есть потенциальный и самый вероятный соперник. Хорошо, что у Кроуфорда есть поддержка саудитов. Он однозначно номер один или номер два в паунде. Фаворитом на бой с Кроуфордом становится Исраил Мандримов. Это был бы солидный бой. Жду с нетерпением. Абсолютная чемпионка в первом полусреднем весе Кэти Тейлор может провести реванш с Аманда Сирану. Стороны снова начали обсуждать этот поединок. Его могут провести в Юне в США. Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поражение Дзю от Фундоры. Я разговаривал с Амсоном Левковичем, промоутером Фундоры, который укрепил меня в мыслях, что Тим Дзю попал в сеть заговора. Но Тим Дзю приобрел главное, что не определяется титулами. Он показал мужество. Начнем с того, что Тим за две недели принял поединок с неудобным, по габаритам боксером. И дал ему этот бой. И соглашусь с Костей Дзю. Он этот бой выиграл. У Тима Дзю большое будущее. В ближайшее время мы будем за этим наблюдать. Александр Усик рассказал, что получил от Владимира Ключков совет на бой с Фьюри. Да, мы говорим с Владимиром. Да, Владимир дает мне советы. Но сейчас это секрет. Сказал Усик. Боец супертяжелого веса Жан Жилей рассказал, когда планирует провести реванш против Джосефа Паркера. Перед боем мы прописали пункт о реванше. Как временному чемпиону всемирной боксерской организации в супертяжелом весе, мне был гарантированный реванш в случае моего поражения. Если бы я победил, то реванша не было бы. Реванш состоится в конце этого года. Мы усердно работаем над тем, чтобы устроить этот поединок в Китае. Есть определенные сложности в процессе организации. Но мы работаем упорно. Если титульный топовый поединок состоится в Китае, это станет источником вдохновения для китайских боксеров и фанатов бокса. Президент WBC Маурисио Сульман поделился мыслями о судействии на поединке между Усиком и Фюри. Похоже, что всех устраивает привычный способ судейства и люди сопротивляются изменениям. Чем больше высококвалифицированных судей будет работать вместе, тем лучше. Если у вас есть бой, когда двое судей встали не с той ноги, то судьба боя решается два против одного из-за этого. Если это произойдет при шести судях, правильный боец победит 4-2. За последние несколько месяцев у нас было слишком много боев с раздельным решением судей. Это ненормально. Легко говорить, что судьи должны быть лучше, если что-то идет не так, но почему бы не привлечь шесть лучших судей мира для такого большого чемпионского боя наиболее последовательными судей и позволить им решать судьбу важных боев. Если нет, мы можем иметь кого-то, кто встал не с той ноги или кого-то с личными проблемами. Наличие трех судей создает очень тонкий предел между правильным результатом и катастрофой. Речь о самом большом бое в истории и споры нанесли бы ему большой вред. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok